Всем привет! Продолжаем знакомство с художниками, скульпторами Леонор Фени, аргентинская художница, сюрреалист, дизайнер, иллюстратор и автор, известный своими изображениями влиятельных и эротичных женщин. Я пользуюсь Википедией. Отец-аргентинец, эмигрант из России, мать итальянка, родилась в Буэнос-Арисе. Ее отец терроризировал семью, и когда Леонор исполнился год, мать вместе с ней сбежала на родину. Детство и юность провела в Триесте. В возрасте 17 лет она впервые показала свои работы в галерее Триеста, в то время Фени окончательно покинула дом, чтобы полностью отдаться искусству. Переехала в Милан в возрасте 17 лет, а затем в Париж. Там она познакомилась с Карло Кара и Жоржо де Кирко, которые оказали большое влияние на ее творчество. Она также познакомилась с Полем Эльваром, Максом Энстом, Жоржем Батаем, Андрей Кортье Брессоном, Пикассо Сальвадором Дали. Путешествовал по Европе на машине с Мандиара и Картье Брессон, где Картье Брессон сфотографировал ее обнаженной в бассейне. Кстати, фотография не была продана в 2007 году за 305 тысяч долларов, самую высокую цену, уплаченную на аукционе за одну из работ Картье Брессона на тот момент. Посещала музей, изучала творчество мастеров ренессанса, манеризма, романтизм. Уступая против суровой системы образования, она никогда не посещала художественное учебное заведение. В 1129 в Миланской галерее Барбаруа составила себя первая персональная выставка. Вошла в круг сюрреалистов, участвовала в их лондонской и нью-йоркских групповых выставках в 1336-1338 годах, но никогда не отожисляла себя сюрреалистическим движением, всегда и во всем оставая самостоятельностью. Помимо портретов, фантастической живописи и графики, сильными эротическими мотивами, Финни писала прозу, занималась дизайном книжной иллюстрации, романа Сада, это стихотворение Эдгара По. Работала в театре с режиссером Джорджа Стреллером, Хорхе Лавелли, балетмейстером Баланчаным. Была художником по костюмам фильма Феллини 8,5. Хороший фильм. В 1949 году Фредерик Аштон поставил балет на музыку Бриттона, Сон Леонор, Пальюли Брентта, с ее декорациями и костюмами. Разносторонняя женщина. Леонор Финни посвящен документальный фильм бельгийского кинорежиссера Криса Верморкина, 1991 год. О Леонор Финни написано множество книг, статей, ее работы включены в постоянной коллекции известнейших музеев мира. Самая большая коллекция и работ находятся в галерее CFM. Его биография и творчество яркий пример того, что жить вне каких-либо рамок и ограничений вполне возможно. До самой своей смерти в 1996 году Леонор жила в своей парижской квартире с 17 персидскими котами и двумя любовниками. Сегодня ее называют богемной королевой парижского мира искусств и самым недооцененным художником XX века. Вот так вкратце из Википедии о аргентинской художнице, сюрреалисте, дизайне, иллюстраторе, авторе, известной своими изображениями влиятельных и эротичных женщин Леонор Финни. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok